тема занятия непрерывные случайные величины определение случайная величина кси имеет абсолютно непрерывное распределение и называется непрерывной если ее функция распределения представима в виде f кси от x равна интегралу от минус бесконечности до x p кси от t dt причем функция пэкси от x называется плотностью распределения вероятности случайной величины кси пэкси от x это плотность распределение вероятностей по интервалу значений случайной величины кси так плотность распределения вероятностей должно обязательно удовлетворять двум свойствам пэкси от x не отрицательная функция и второе свойства нормировки так который заключается в том что если мы интегрируем плотность распределения от минус до плюс бесконечности по икс то интеграл этот равен единице если какая-то функция пэкси обладает свойствами 1 2 то мы можем смело утверждать что существует случайная величина для которой эта функция будет плотностью распределения вероятностей давайте попробуем посмотреть и увидеть отличия между дискретной случайной величиной и непрерывной случайной величиной то есть закон распределения дискретной величины напомним мы задавали таблицы то есть мы могли перечислить все значения случайной величины она принимает конечное или счетное множество значений и мы могли найти вероятность каждого значения то есть мы могли изобразить условно себе представить дискретную случайную величину таким образом значения случайной величины х1 х2 и так далее х3 и так далее хm так это у нас точки на числовой прямой и предположим что у нас имеется единичная масса тогда мы ее делим на кусочки и например в точке х1 подвешиваем грузик массой P1 в точке х2 подвешиваем грузик массой P2 в точке х3 подвешиваем грузик массой P3 и так далее в точке хm подвешиваем грузик массой Pn по свойству нормировки сумма всех Питых единиц то есть суммарная масса распределяется единичная и масса распределяется так у нас в каждой точке подвешивается грузик только вместо скажем массы не скажем а вместо массы у нас единичная вероятность как мы теперь можем представить непрерывную случайную величину допустим у нас всего лишь рассматривается отрезок от нуля до единицы и эксперимент заключается в том что на этот отрезок бросается иголка и координата той точки в которую попадет иголка это и есть значение случайной величины кси в данном случае случайная величина кси принимает бесконечное множество значений то есть во первых мы не можем перечислить все значения во вторых давайте покажем что их бесконечное количество например 0,35 0,35 0,35 44 22 0,31 41 89 79 я могу продолжать до бесконечности в общем точек бесконечное количество значит мы не можем во первых перечислить все их то есть табличка распределения нам не годится и более того вероятность того что случайная величина кси принимает значение равное х именно какой-то точечке х допустим кси равна 0,5 это будет 0 для любого х принадлежащего r так как нам объяснить это допустим вероятность это мир меру какую мы еще знаем меру на прямой да длину чему равна длина одной точки 0 а чему равна длина отрезка составленного из точек не нулевая ну то же самое с вероятностью вероятность одной точки 0 а вероятность попасть на отрезок на интервал не нулевая поэтому закон распределения непрерывное св задается с помощью плотности распределения вероятности как представить себе эту функцию вот у нас х интервал возможных значений случайной величины построим график плотности распределения px от x кстати график px от x называется кривой распределения допустим кривое распределение у нас вот такой вид имеет так ну будем считать что это кривая нормального распределения тогда какой мы можем сделать вывод во первых по свойству нормировки смотрим на интеграл интеграл от минус до плюс бесконечности от px от x до x есть единица это значит что площадь под кривой распределения единичная то есть мы тоже распределяем ту же самую единичную вероятность только мы не делим всю вероятность на кусочки и не подвешиваем эти кусочки в конкретные точки а мы размазываем единичную вероятность в соответствии с функцией px от x которая задает закон распределения этой вероятности по интервалу значений случайной величины какой можем сделать вывод посмотрев на вот эту кривую распределение можем сделать вывод что наиболее вероятны точки близкие к нулю и по мере удаления значений случайной величины от нуля вправо и влево вероятность значений симметрично убываем да ну и хвосты вот например возьмем отсюда да отсюда и далее отсюда и далее пускай это будет условно точка 10 и минус 10 так вот значение большее 10 и меньшее минус 10 маловероятны и так надеюсь что на этом примере стало понятным отличие дискретной величины от непрерывной и смысл плотности распределения вероятностей у физиков существует такая же функция плотность распределения массы то есть представим себе что у нас не единичная вероятность а единичная масса какие еще свойства плотности распределения нужно знать и мы будем их использовать мы будем с вами использовать следующее свойство если известна функция распределения и требуется найти плотность распределения то плотность распределения определяется как производная от функций распределения логично если функция распределения интеграл от плотности то плотность производные от функция распределения еще нам понадобятся свойство вероятность попадания случайной величины кси непрерывной случайной величины кси в открытый или замкнутый интервал одинаковая вот берем замкнутый интервал вот возьмем открытый интервал так возьмем таким образом зададим интервал и таким образом назовем это полуоткрытый так вот вероятность попадания в открытый или замкнутый интервал одинаковая почему потому что мы обсуждали с вами вероятность того что непрерывная случайная величина принимает значение равное x1 это 0 x2 тоже 0 для любой точки это будет 0 и как эту вероятность можно найти с помощью плотности распределения вероятностей как интеграл от x1 до x2 а интегрируем мы плотность распределения вероятностей так это пожалуй все формулы которые нам сегодня понадобятся давайте попробуем решать задачу условия s в xc распределена на всей числовой прямой с плотностью видим плотность вот она это закон распределения каши нужно найти значение постоянной c и ответить на вопрос чему равна вероятность что кси примет положительное значение меньше единицы также нужно записать функцию распределения s в x и так ищем константу c откуда будем искать константу c по условию п x от x это плотность распределения вероятностей а если это плотность распределения вероятностей тут для нее обязательно должны выполняться первые два свойства то есть она не отрицательная отсюда следует что c больше либо равна 0 и второе свойство нормировки возьмем интеграл от минус до плюс бесконечности p x от x dx мы знаем что этот интеграл должен быть равен единице посчитаем чему он равен так константу c выносим так первообразно это будет арк тангенс x границах минус бесконечность плюс бесконечность пи на 2 минус арк тангенс минус бесконечности минус пи на 2 итого имеем пи на 2 плюс пи на 2 то есть c пи и этот интеграл должен быть равен единице следовательно константа c равна единице деленной на пи константу c нашли дальше чему равна вероятность что кси примет положительное значение меньше единицы итак вероятность события и события записываем в скобочках кси принимает положительное значение меньше единицы используем одно из свойств плотности распределения которое было рассмотрено тогда эту вероятность можно посчитать как интеграл в границах 0 1 от плотности подставляем плотность сразу же константу 1 на пи можно вынести за знак интеграл 1 поделить на пи арктангенс икс в границах 0 1 1 поделить на пи арктангенс единицы это пи на 4 минус арктангенс 0 это 0 и того мы имеем одну четвертую или 25 процентов последнее задание записать функцию распределения случайной величины кси функция распределения и плотность связаны у нас следующим образом если мы функцию ищем по плотности то мы используем интеграл от минус бесконечности до х по экси ставим любую другую букву т дт потому что верхняя граница интеграла у нас х и считаем так ц 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 проценты ц ц минус бесконечность x. Подставляем границы, получаем 1 на π, арктангенс x, то есть уже имеем функцию от x, и минус минус π на 2 дает нам плюс π на 2. Получили функцию распределения. Задача полностью решена. Переходим к следующей задаче. Будем делать задание А. Итак, svx задана функцией распределения fx от x. Найти плотность распределения вероятностей ответит на вопрос, какие значения svx может принимать с ненулевой вероятностью. Итак, дана функция, ищем плотность. Плотность по функции ищется как производная. Ну что, давайте дифференцировать. Получаем системку на три строчки. На первом интервале значение функции распределения 0, так и остается 0. На втором интервале x² дифференцируем по x, получаем 2x. и на третьем интервале, получаем 0x больше 1. Плотность распределения найдена. Ответим на вопрос, какие значения svx может принимать с ненулевой вероятностью. Давайте построим кривую распределения, то есть график px от x. Что мы имеем? Левее 0, 0, то есть обводим из x, это уже наш график. Отмечаем точку 1, и правее единице у нас тоже значение 0. Между 0 и 1 у нас 2x функция. Пускай у нас это будет 2. Тогда у нас прямая проходит через точку с координатой 1, 2. То есть через вот эту точку проведем прямую. Вот это кривая распределения. Теперь смотрим. Значит, вероятность распределяется по x, то есть по интервалу возможных значений sv по следующему закону. То есть значения большие единицы и значения меньше нуля, они невозможны, так как плотность распределения вероятности нулевая, вероятность не распределяется. Ноль. Поэтому значения больше 1, меньше нуля, повторю еще раз, невозможны. С ненулевой вероятностью случайная величина кси может принимать лишь значения в пределах 0,1. И какую мы видим закономерность? Наименее вероятно значения, близкие к нулю. Мы видим плотность распределения давит здесь меньше всего. Площадь равна единице. И наиболее вероятны значения, близкие к 1, к единице. Плотность распределения наибольшая. Перед единицей. Ну, таким образом, ответ следующий. С ненулевой вероятностью данная случайная величина может принимать значение от нуля до единицы. Переходим к следующей задаче. Так, задача дана плотность распределения, определить константу С, функцию распределения, вероятность попадания на отрезок АВ и ответить на вопрос, какие значения принимает СВ. Так, опять же, константу С ищем из условия нормировки. Интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности. Пекси от х до х должен быть равен единице. В нашем случае интеграл, смотрим на Пекси от х, имеет кусочный линейный вид и принимает три значения на каждом из трех интервалов. Следовательно, интеграл от минус до плюс бесконечности разобьется на три, на сумму трех. Первый от минус бесконечности до нуля. Пекси от х равна нулю, поэтому, опять же, от 0 до плюс бесконечности. На третьем интервале у нас плотность Пекси от х равна нулю, поэтому, опять же, имеем 0 до х. Первый интеграл 0, третий интеграл 0. Считаем серединку. Получаем С. Х в кубе поделить на 3. В границах 0,3. То есть, имеем С умножить на 9, а должен этот интеграл равняться единице. Отсюда следует, что С равна 1 девятой. Второе задание. Определить функцию распределения вероятности. Если плотность распределения задана кусочно, да, линейно, видим три куска, то логично предположить, что функция распределения тоже будет иметь три различных значения на каждом из трех интервалов. Поэтому искать значение функции распределения нужно отдельно на каждом из рассматриваемых интервалов. Первый интервал при х меньше либо равном нуля. Записываем общую формулу. Ф кси от х через плотность распределения выражается как интеграл от минус бесконечности до х. П кси от т до т. Верхняя граница интеграла х, вот он у нас х, это число, не превосходящее 0. Поэтому мы находимся на первом интервале, и плотность п кси от т принимает значение 0. Следовательно, мы имеем интеграл от минус бесконечности до х, 0, до т, а равен нулю. Дальше, на втором интервале при х больше нуля, меньше либо равном 3. Запишем общую формулу. Интеграл от минус бесконечности до х, п кси от т до т. И верхняя граница интеграла х – это число в пределах 0,3. Значит, интеграл, начинающийся от минус бесконечности, в силу вида п кси, разбивается у нас на 2. От минус бесконечности до нуля. И на этом интервале плотность равна нулю, имеем 0, dt, плюс от нуля до нашего х, который находится в границах 0,3. И плотность составит… Так, не с, а мы уже с нашли, 1,9. Значит, имеем 1,9, т квадрат, dt. Так, первый интеграл – 0, поэтому мы имеем 1,9, т в кубе поделить на 3, в границах 0, х. Или в итоге х в кубе поделить на 27. Ну и, наконец, при х больше 3. f кси от х, запишем формулу, интеграл от минус бесконечности до х, плюс p кси от t, dt. Верхняя граница интеграла х – число больше 3, значит, интеграл разобьется на 3. от минус бесконечности до 0, 0, dt, плюс от 0 до 3, 1,9, т квадрат, dt, и плюс от 3 до нашего х, который, подчеркну, больше 3. И на третьем интервале плотность принимает нулевое значение, поэтому мы имеем 0, dt. 0, 0. Посчитаем серединку, и мы убедимся, что получим единицу. Итак, можем записать, что функция распределения в итоге имеет вид 0, при х меньше либо равном нуля, х в кубе поделить на 27, когда х больше нуля, меньше либо равен 3, и единица, когда х больше 3. Так, мы можем осуществить проверку, если мы продифференцируем фкси от х по х, то действительно получим по х от х. Похоже, все правильно. Третье задание. В третьем задании нам нужно найти вероятность попадания на отрезок АВ. отрезок АВ у нас дан, а единица В2. То есть, нам нужно определить вероятность того, что кси попадает на отрезок от единицы до 2. Итак, мы знаем формулу. Это будет интеграл от единицы до 2, П кси от х до х. Интеграл от единицы до 2, 1,9 х квадрат до х. Имеем 1,9 х в кубе выделить на 3 в границах 1,2. Значит, имеем общий знаменатель 27, подставляем двойку, имеем 8, подставляем единицу, имеем 1. Значит, ответ 7 27. Есть второй способ посчитать эту вероятность. Мы можем использовать сразу функцию распределения. И вероятность попадания в интервал для непрерывной величины равна приращению функции распределения на этом интервале. То есть, мы берем f кси в правой точке 2 минус f кси в левой точке 1. Так вот, наше f кси. Когда х равен 2, мы имеем 2 в кубе поделить на 27 минус, когда х равен 1, подставляем единицу, вот, значение у нас из второго интервала. Имеем 1, 27. То же самое получаем 7 27. Ну и четвертое. Осталось ответить на вопрос, какие значения принимает S в кси имеется в виду с ненулевой вероятностью. Понятно, что с ненулевой вероятностью смотрим на плотность распределения вероятности. она нулевая, когда х меньше либо равен нуля, поэтому значение S в кси меньше либо равное нуля невозможно. И она нулевая, то есть вероятность не распределяется по значениям х больше 3. Значит, возможно значение кси в границах 0, 3, поэтому возможно значение от нуля до 3 с ненулевой вероятностью для данной S в кси. На этом все. 2 с с